Все, уже рэк. Что-то ты как-то криво держишься. Так, оператор попытался с камеры убежать, ничего страшного, я его контролирую. Сколько стоит камера? Сколько стоит? Знакомьтесь, короче, это Серега. Туры по Камчатке, если что, обращайтесь к нему. Все, начинается, короче, гонка. Это первый этап большой гонки, который входит в состав всех вот этих вот движух собачьих. Это квалификационная гонка, 300 километров. Она не сложная, но и непростая. Буду ехать в основном вот здесь, на вот этих штуках, называется КПЛА. Не знаю, что это значит, короче, поехали. Мой 2023 год снова начинается с экспедиций. Зима, холод, вьюга, ветра. Все самое дорогое моему холодному сердцу оператора севера. В этом году мне снова посчастливилось принять участие в гонке Берингия Авача. Это квалификационная гонка, после которой можно заявиться на большую экспедиционную гонку Берингия. О ней уже есть, много всего на канале, посмотри. Авача – это молодая гонка и чисто спортивное мероприятие. Участвовать можно на легких, маневрных, спортивных нартах. Но ты должен быть готов пройти 300 километров в обход вулканов, подняться в несколько перевалов и спуститься с них. Я, конечно же, готов, но я всего лишь оператор, и у меня простая задача – снимать, фиксировать все, что происходит. А происходило в этот раз много всего. Сегодня я расскажу тебе, как снимаю такие приключения и что стоит за этими шикарными кадрами. Красота такая была утром. Короче, такая тема. Собаки – это не как мопед или тачка. Сама с собой не зарулиться. В некоторых местах каюрам нужна помощь. Как сейчас. Гонка состоит из пяти этапов, на них уходит столько же дней. И первый этап – Петропавловск-Камчатский поселок Пиночево – самый простой, но не менее живописный, чем остальные. Упряжки проходят на фоне домашних вулканов, пока что еще со стороны города, и остаются ночевать на первом чекпойнте в поселке. Паркуют собак на стейкаутах, поят, кормят. Собаки парят и еще на адреналине от пробежки в 60 километров. Сейчас нужно дать им время остыть, чтобы они могли спокойно выспаться и утром отправиться дальше. В этот раз впервые в гонке разрешили участвовать в дисциплине скиджоринг – это когда лыжник вцепляется за пару собак и проходит этап с помощью своих мохнатых друзей. В этой категории участвовала женщина из Иркутска, о ней мы еще поговорим. Для меня это было откровение, что человек может пройти такую дистанцию на беговых лыжах. А пока, короче, поселок Пиночево, недалеко от города Петропавловска-Камчатского, здесь. Так начинается утро каждого каюра. Сперва нужно распеться, чтобы легкие открылись все чакры, собаки с ним здороваются, поют вместе вот эти песни. А все это делается для чего? Чтобы собакам было весело, комфортно бежать, чтобы у всех было хорошее настроение. А сейчас, посмотрите на этих прикольных белых собак. Это одна семья, камчатская ездовая. Раньше выглядела именно так. Красивая, бодрая, большие, сильные, лапы, много мышц, легкая на ногах. Те, которые раньше собак, хотя бы в 80-е годы я ездил, работал в колхозе на собаках. На вагу возили зимнюю, как путину. По размеру были и высокие, и здоровые. Но они были как здоровые такие, да, под грузом работают. А есть гонщие, гонковать, ну как спортсмены. В принципе, что-то есть немножко. Разница между теми очень большая. Нельзя, нельзя, я сказала. Полчаса 40 минут назад ушла группа на перевал, на сам. Состояние перевала пока мы не знаем. Они на спутниковом телефоне в сопровождении группы спасателей сейчас поднимутся. И оттуда нам по спутнику перезвонят. И полностью картину нам скажут. Если это все проходимо, то мы даем старт. Если нет, то будем думать по ситуации. Общая продолжительность до перевала 20 километров. Собака идет 15 километров в час. Соответственно, они дойдут, примерно через 2 часа будут там. Мы на снегоходах пойдем вперед. Окажемся там переедет. И будем снимать. Я надеюсь, что свет будет такой же красивый, как сейчас. И перевал я отработаю лучше, чем в том году. Дорога до перевала проходит по особо охраняемой территории. Это природный парк вулкана Камчатки. А это означает, что местность приближена к заповедной. И здесь очень много запретов для сохранения флоры и фауны. Мы переезжаем мосты и очень густой лес. Всю дорогу меня трясет, но я все равно пытаюсь снимать. Серега старается вести ровно, но из-за особенностей рельефа. Меня в Нарте здорово подкидывает. И делаем остановку на мосту, чтобы рассказать... ...как вообще идут собаки в гонке. На самом деле они не идут по пухляку, как многие себе представляют. Они идут по подготовленной трассе, которую прокладывают группу сопровождения. Это специальные снегоходчики, которые уходят вперед и делают вот такую вот шахму. И более того, если есть места, где есть реки, где, понятным делом, собака не пройдет, то снегоходчики делают вот такие мосты. Прокладывают это рукотворный мост, который они делают специально для трассы. Для того, чтобы было безопасно, потому что безопасность гонки превыше всего. Река на самом деле жуткая. Здесь даже стрёмно проезжать на снегоходе. Даже вот сейчас пешком я прохожу и довольно некомфортно себя чувствую. Более того, когда проходит здесь упряжка, на каюру на самом деле не по себе. Сгорная река. Серьезно, если упасть, в нее сорваться, если собака побежит куда-то, среагирует неправильно, вся упряжка потащится за ней в воду и пойдет вниз по реке в Охотское море. Через час мы оказываемся у подножия Пиноческого перевала. Высота 1350 метров, вроде бы немного, но если учитывать градус уклона, это становится серьезным испытанием для каюров. Нужно иметь хорошую дыхалку, сильные ноги и выносливых собак, чтобы забежать перевал вместе с ними. Я бегу в гору рядом с каюром сколько могу, насколько хватает моих щуплых ног, набираю максимум близких кадров на широкий объектив, записываю звук и создаю эффект присутствия. Это очень непросто, потому что ясен пень, каюр с 14 собаками движется быстрее, чем я. Здорово умотавшись, я падаю без сил, лежу ровно 30 секунд, даю себе передохнуть, ругаюсь на то, что надо больше тренироваться и что я не смог бежать до конца. Говорила мама, учи английский, не будешь бегать по горам и заниматься такой фигней. Отсняв двоих лидеров, прыгаю на снегоход к руководителю гонки и через минуту оказываюсь наверху, чтобы занять удачную точку для съемки на телеобъектив и съемки дроном. Здесь я не очень доволен кадрами, скорее всего, неверно подобрал фокусное расстояние от 100 до 400 мм. Дело в том, что за счет длины объектива я хотел притянуть горы на заднем плане, но тогда что-то норовило не влезть. Ну и мне все время мешал в кадре еще один журналист, его тоже можно понять, он работает, но я, как и любой человек с камерой, постоянно из-за этого нервничал и переживал. Я снимаю с этой точки, с самой верхней, на 400 мм и еще и на дрон. Очень круто, мне все нравится, я сам запыхался, пока бежал, но моя работа требует неких таких усилий и преодолений. У одного каюра, кстати говоря, отстегнулась собака, он упал, там был серьезный спуск, потому что перевал предполагает не только большой подъем, но и такой же крутой спуск с него. Собаки отстегнулись, побежали в долину, я в дроне все это наблюдаю, сперва он просто остановился, бессильно сидел, а потом, видимо, собрался с мыслями и побежал за упряжкой в тот момент, пока собаки гнали по долине. Я так полагаю, что собаки в один момент поняли, что их никто не зовет, никто не тормозит, и понимая, что сзади каюра нет, они остановились и дождались своего хозяина. Снегоходчик-спасатель, который здесь дежурит, быстро среагировал, подобрал его и отвез к упряжке. Поэтому все обошлось на сегодня, сейчас поднимаются еще несколько упряжек, будем ждать, снимать их на широкие, средние и всякие разные такие углы. Как они налево пошли, что-то, видимо, увидели там где-то вдали, цель какой-то. И давай срезать налево, и все уже. Там вообще ничего, не якорицы, там надута. И уже какой-то один камень, второй, они больше, больше эти камни. До конца, до конца, нельзя бросать упряжку никогда. Думаю, 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 ну ладно, наверное, мы по одиночке, может быть, выживем. В остальном, в этот день больше не было приключений. Каюры финишировали, лыжница поднялась в перевал пешком, что продолжало мне бесконечно впечатлять. Пешком, да, самый крутой подъем, километр, наверное, где-то шла пешком. Ну а мы спустились в Иналоческую долину, где из прекрасного это теплые и комфортные домики, горячие источники и невероятные красоты, закаты и восходы. В окружении шести вулканов я писал таймлапсы, гиперлапсы и просто наслаждался видом. Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, сегодня начинается круга, четвертый день нашего этапа. Остается одна ночевка, дикая в поле. Сегодня будем ночевать в палатке. Из комфортных домиков, кордона Налычева, горячих источников, приятной атмосферы, хорошей температуры, мы уезжаем. Проезжаем 100 километров по тундре и ночуем в палатках типа МЧС, где на полу только тент, а под ним снег. Соответственно, сегодня понадобятся теплые спальники, мягкие коврики и хорошее настроение, чтобы ночью не задубеть. Иначе можно завтра не проснуться. Всего одна ночь, нас разделяет от города. Дальше завтра последний этап, небольшой уже. И эта короткая гонка в 300 километров Авача закончится. Но не закончится для нас, для съемочной группы, потому что впереди у нас Беренгея, 1500 километров. Пошел снег, но мне это только на руку, потому что я могу получить разные кадры. Вчера был невероятно красивый восход, солнце, закат. Было видно все вулканы, очень красиво. Но иногда хочется разбавить такое чем-то другим. Сейчас погода позволила мне сделать совершенно иные шоты. Проехали каюры, бороды в снегу, собаки в снегу. Обледеневают трасса, пухляк, все очень круто. Но вот для каюров это может быть не на руку, потому что становится тепло, пришел циклон. Соответственно, сейчас уже температура близится к нулю, пошел пухляк, собаки могут начать закипать. Так же, как и снегоходчики, для того, что им приходится рулить по пухляку. А это всегда сложнее. Поэтому веселюсь сегодня только я один. 40 по бане. Дай, Анечка, в прошлом году вылажил? Да. Там же направо и до конца по кустам вяжешься. Пошли. Куда? Пожалуй, главным событием вечера четвертого этапа было ожидание лыжницы с ее двумя хасками. Снег усиливался и уже давно стемнело, а ее все не было, ведь еще бы 90 километров пути по тундре. Пряжка в 14 собак проходит такое расстояние примерно за 7-8 часов, а лыжница шла весь день и весь вечер. Все вышли встречать Валентину как героя. Она железный человек в настоящем марафоне, с каких поискать. Жива? Снимаешь? Жива. Снимаешь, лежа? Снимаю. Так, хватит. Давай. Но дальше, на следующий день, ее ожидали еще больше испытания, и это последние 30 километров пути сильнейший ветер, порывами сбывающий с ног. Мне кажется, если я сейчас сяду, я не встану. Утро заключительного этапа. Сегодня пятый день гонки овача, и мы ночевали вот в таких палатках. Это МЧСские палатки. Впервые такие вижу. Очень теплые. Раньше сюда останавливались вот в армейских, армейского типа, с войлочным внутренником. А сейчас придумали вот такие надувные, сужба самоорктические. Очень крутые палатки. Наконец-то началась пурга, и сейчас выдвигаемся. До города остается 35 километров пути по пурге, но трек несложный, все практически по дороге. Будет немного леса, и в обед, наверное, уже финишируем. Поэтому гонка подходит к концу. Промчалась быстро, как самая быстрая упряжка. Андрея Симашкина. Вообще дороги не видно. Просто ее нет. Дороги нет. Мы просто едем, как в облаке в каком-то. Нет ни низа, ни верха, ни лево, ни право. Я не знаю, как Серега справляется. Просто невероятная хана вообще. Мы подъезжали, была разбилка. Всем коверам нужно было идти прямо. Это съезд с вот этой дороги гравийной обледенелой, про которую я сейчас говорил. И одна из упряжек, Алиса Машкина, ДПСники не перекрыли дорогу, как надо. Ну, возможно, они просто не знали, что будет. И она ушла налево, попить, дело дороги. Заикариться в такой трассе невозможно. Естественно, она падает. Мы ее хватаем, там что-то пытаются выпрыгнуть, собаки несутся. Якорь поставить невозможно, она на полу, там просто жжешь, скажем. Ого, все условия очень непростые. Надеюсь, у всех все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так гонка завершилась. И у меня остается 8 дней, чтобы успеть смонтировать телевизионный сюжет, спецреп, тизер и этот блог, который ты сейчас смотришь. А дальше я отправляюсь в большое, более серьезное путешествие длиной в полторы тысячи километров. Ехать буду на снегоходе и снимать более вдумчиво и не так стихийно. Ну, а сегодня, я надеюсь, ты досмотрел до этого момента, тебе понравилось и ты узнал для себя что-то интересное, а самое главное полезное. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова